Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбола Та Жизни и это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайт. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про вдеих пенальти, поэтому перейдите по ссылочке в описании, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал R.E.T. Ссылочка на него тоже есть в описании под этим роликом, давайте добьем вместе с вами 30 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну что же, мы продолжаем, сегодня у нас ответная игра в Лиге Европы 1-8 или 1-4, 1-4 вроде, да, сейчас я ничего не путаю. Интересный матч на выезде против Эвертона, который идут сейчас на 7 месте и Манчестерское дерби, уже вряд ли нам получится догнать Манчестер Сити и вряд ли вообще у нас здесь есть шанс на победу в чемпионате, поэтому мы будем просто бороться за 3 место, вот Тоттенхэм прям сильно наслаждает, вряд ли мы даже Ливерпуль догоним, поэтому бронзовые медали, это то, что нам нужно сейчас и вот. Реально смотрю на вещи просто, поэтому будем также пытаться продолжать выиграть Лигу Европы, Кубок Англии вроде мы там в финале и третье место в чемпионате. Ну что же, переходим сразу тогда к игре с Шахтером, не будем откладывать. Ну что же, вот таким составом мы выходим, впервые я буду использовать вроде Гризмана на правом фланге, потому что у Санчо немножечко плохая форма и Гринвудом его не заменить, потому что у него еще более ужасный. Поэтому вот таким составом мы выйдем против Шахтера, интересно нас сегодня ожидает матч. Ремью против Шахтера, поехали. Итак, Олд Траффорд, театр мечты, Манчестер Юнайтед против Шахтера. Шахтера, первый матч мы победили со счетом, если я не ошибаюсь, 1-0. Да, нам сейчас это показали. Гризман тогда забил единственный этот мяч, причем в первом тайме, если я не ошибаюсь. Вот Гризман снова в штрафной, кстати, очень быстро и аккуратно. Антуан Гризман забивает, какой бильярдный гол, окрученный на седьмой минуте. А седьмой номер Манчестера Юнайтеда забивает, ну шикарно. Антуан Гризман, замечательный гол, накрутил, навертел, пробил, причем с подкрутки и бильярдно закрутил в дальний нижний угол. Вот здесь смотрите, аккуратненько, хлестненько так, из-под защитника мяч тоже вот так вот вылетал, не видно было. Ну а у Гризмана пока что против Шахтера два забитых мяча в двух матчах. Но это еще только начало. Антуан Гризман делает счет, или не делает, делает все-таки, забивает дубль в сегодняшнем матче. Играет же француз не на своей позиции, на правом фланге. Потерял в рейтинге вроде минус 5. И все равно продолжает играть на хорошем уровне, забивает дубль. Забивает три мяча в двух матчах против Шахтера. Замечательно. Мне кажется, вот это вот самая наша именно лично главная сделка в Манчестере Юнайтеде. Потому что Бруно Фернандеш, которого уже подписали в реальной жизни, это действительно, это шик. Это за последние лет 10, мне кажется, одна из ключевых сделок Манчестера Юнайтеде. Но именно у нас тоже очень классное получилось подписание Антуана Гризмана. Бруно Фернандеш с мячом сейчас очень хорошо. На Решфорда. И Решфорд забивает это 3-0. Маркус Решфорд догранил, так сказать, Шахтер, которые пошли все в атаку. У них был последний шанс что-то исправить. Но вот уже счет 3-0. К 71-й минуте вряд ли уже что-то у них получится. Забить четыре мяча будет просто невозможно против такого Манчестера. Но что-то пошло не так у Шахтера. Выпускают Мартинели, кстати. Который раньше играл в лондонском Арсенале. Да он сейчас, наверное, играет просто. В нашем сейве его купили в Шахтер. Либо в аренде, может, он играет, не знаю. И все. 3-0. Мы громим Шахтер у себя дома. Дубль Гризмана. Гоу Маркуса Решфорда. И мы проходим, если я не ошибаюсь, сейчас в полуфинал Лиги Европы. Ребята молодцы. Гризман лучший игрок матча. Абсолютно заслуженно отыграл мне на своей позиции. Забил еще и дубль. Будем играть мы против Дортмундской Баруси. Либо против Уолверхэмптона. Либо против Ромы. СССР, кстати, дошли до четвертьфинала. Молодцы. Еще 3 мяча смогли забить. Ну вот. Такие вот у нас дела. Ну а нашим соперником, кстати, в полуфинале Лиги Европы будет Борусия Дортмунд. И я на самом деле не знаю, это та ли Борусия Дортмунд или это Арминия. Сейчас мы с вами это и узнаем. Так. Бундеслига. Нет, наверное, не сюда нам надо было. Команду надо было бы посмотреть. Да, сведения о команде. Ну, кстати, посмотрите. Это та. Это та Дортмундская Борусия. Вот у Арминии все плохо, да. Это значит, да. Вот такая вот Борусия Дортмунд настоящая будет играть против нас. Холланд. У них даже Донарума есть. Поэтому интересно. Манчистерин этот против Дортмундской Борусии. Так. Ну сейчас у нас выездная игра против Эвертона на Гудисон парке. Мы сыграем. У нас все ребята более-менее. Давайте вот Бандебека вместо Мактомина я возьму. Ну, вроде как мы переставляли с вами, но почему-то они убегают отсюда постоянно. Все. И сейчас мы идем, собираем состав на игру против Эвертона. Так. Ну, я рискну. Немножечко. Прямо так. Я выпущу Хендерсона. Вот. Дэвид Дэхэя с такой же формой, как и у Хендерсона. Но прям самый уставший, мне кажется, игрок в нашей команде. Это Дэвид Дэхэя. Дадим ему отдохнуть перед матчем с Манчистер Сити. Так что, Эвертон и Мью. Поехали. Итак, Эвертон и Мью. Гудисон парк. Я даже не знаю, как начинать нам эту игру. Они идут в атаку. Я, пожалуй, пока что на нейтралитете начну. А дальше уже посмотрим. Если что-то у нас будет получаться, либо нет, там уже изменим. А Марсиаль все-таки забивает на 49-й минуте. Будут многие спорить, почему арбитр дал продолжить эту игру. Дал сделать это вбрасывание. Но все равно. Здесь хорошо Бруно Фернандеш. На Мэдисона. Тот в касание, чтобы арбитр не начал свистеть. Отдает на Санчо. И тот голевую на Марсиаля. Ну и как сейчас это было все филигранно разыграно, а? Снова Санчо отдает голевую на Марсиаля. Ну я просто увидел. Просто увидел, что дальше Санчо есть еще один игрок. Здесь Мэдисон, во-первых, хорошо убежал. И убрал на ложном. Пяточкой. Ну и здесь уже в противоход голкиперу. Супер. Ну вот и Санчо сам с мячом и забивает. У Санчо гол плюс 2 голевые за этот матч. Очень шикарно сейчас получилось сыграть. Я уже думал, сейчас убьют там Санчо. Просто вот этот один защитник оставался. Ну тоже шикарно получилось. Выдержали этот момент. Санчо рванул. Ну здесь прям грубо так срубил. Причем Аллан. Ну. Гол. Есть. Замечательно. Здесь прям Шведой вырезает этот мяч. Ну и Санчо с правой ноги в дальний для себя угол пробивает. Супер. И все. Разгромная победа еще и над Эвертоном в чемпионате. Дубль Марсиале. Гол Санчо. Нам приносят победы. Сегодня естественно только победу. Потому что в прошлом матче забивал Решвард и Гризман. Сегодня они не отличились. Потому что Решвард даже на поле не было. Так. Что у нас сейчас по турнирной таблице. Мне лишь бы от Тоттенхэма подальше. Тоттенхэм проиграл Астон Вилли. Замечательно. У нас 5 очков лидерства. 8 очков отставания до Ливерпуля. И 18 очков до Манчестер Сити. Итак. Сейчас у нас последний матч на сегодняшний выпуск. И сразу же. Такое вот. Манчестерское дерби наконец. МЮ против Манчестер Сити. У них будет. Я так понимаю. Какой-то там резервный голкипер. Не знаю почему. У нас все готовы. Поэтому давайте. Я пожалуй не буду рисковать. Но самый стартовый состав сегодня прям выйдет. Ни у кого нету плохой формулы. У всех. Кроме Гризмана. Выше среднего даже. Поэтому. Пусть будет так. Если что. Решварда во втором тайме выпустим. Но вот такой состав у Сити. Рейноса. Иска. Волкер справа. Стефан. В оборотах. Вроде все те же самые. Вот два новых игрока увидел. Это Рейноса и Иска. В составе. Так что все. Вот таким составом мы выходим. Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Бруно Фернандеш против ЛК и Гюндагана. Поехали. Итак. Олд Траффорд. МЮ против Манчестер Сити. Важная игра. Мы кстати обыграли. Если я не путаю. Манчестер Сити в Кубке Англии. Вот. В чемпионате мы им вроде проиграли. Их. Либо наоборот самые первые им нанесли поражение. Вот. Но это интересно надо было посмотреть. Вроде было уже поражение у Манчестер Сити. Марсиаль оттеснил удар. И Гризман добивает это голо. Мы забиваем Манчестер Сити. Первая двадцатая минута. Гризман просто шикарен. Гризман творит историю в Манчестере Юнайтеде. В конце сезона, когда у нас будет последний там матч и последний выпуск. Мы обязательно посмотрим статистику всех игроков. Это мне кажется у Гризмана очень она будет шикарная. Ну посмотрите. Во-первых здесь очень хорошо Гризман оттолкнул от Аминди. Ну а здесь Стефан неудачно так отбил. Зинченко не догнал. Хотя это вроде вообще не его даже позиция была. Но он именно опекал сейчас почему-то Гризмана. Так, ну здесь чисто выбивают. Последние минуты матча. Спокойно. И все-таки забивает. Все-таки Агуэр на девяносто второй минуте забивает. Вырывает ничью вместе с Манчестер Сити. Ну это вот обидно. Вот это обидно. Это прям как мы Эвертона забили на последних минутах. В первом тайме и во втором. Дебрюйна радуется. Вырвали ничью. Хотя вот у них это действительно был один удар в створ. Лучшим стало Гуэра еще причем. Замечательно. Мы на третьем месте. У нас три очка лидерства. 18 очков отставания до Сити. 8 очков отставания до Ливерпуля. Так, у нас сейчас игра против Баруси Дор. Нам приходит здесь сообщение по работе скаутов. Левого защитника нам нашли. Давайте посмотрим. Талиафика давайте добавим. 29 лет ему. Хороший аргентинский левый защитник из Аякса. Довиталаба. Тоже добавим. И можно нам чистого левого защитника или нет? Аарон Мартин. Из Майнца. Испанец. Как-то так. Так что вот они наши левые защитники. Так, Маркинис это правый. А зачем нам его тогда сюда дали? Мы нашли вообще правого защитника или нет? Походу нет. Или нашли? Я не знаю. Вот здесь Маркинис, Кимих и Лючин Бонет. Такие дела. Так что все. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ни разу не проиграли. Две разгромные победы по 3-0. Одна ничья с Манчестер Сити. Все. В следующем выпуске мы уже узнаем, выйдем ли мы в финал Лиги Европы или нет. Мы сообщаем, скоро у нас уже там будет концовка карьеры за Манчестер Юнайтед. И потом уже мы начнем с чистого листа с вами карьеру за Лестер Сити. Как я понял, вы поддержали эту идею. Как-то так. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жить. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok